зарядился powerbank до напряжения 4,125 здравствуйте зрители здравствуйте подписчики вот и у меня этот замечательный новый мультиметр с множеством функций убрал термопредохранитель я сейчас замеряю сопротивление обмотки 728 ом почему я поставил два прибора чисто субъективно мне вот этот прибор больше импонирует вот если будете выбирать из этих двух моделей мне кажется не заморачивайтесь вот этот вот намного удобнее так как я их покрутил уже потестировал мне вот этот больше нравится и полные цифры шкалы и удобство переключения диапазонов наглядности ну может быть дело привычки не знаю может быть кому-то такая конфигурация лучше но мне кажется вот это вот вот этот более веселенький и более интересный а вот так замер происходит на левом приборе ну на любителя такие цифры не знаю с другой стороны нет на дисплее лишней информации как то вот этой вот температуры которая здесь мы совсем не нужна вот производителю говорю в очередной раз температура здесь ни к чему температура в помещении осваиваю этот прибор начинает он мне нравится приятный во всех отношениях для диагностики очень многих неисправностей в радиоаппаратуре у него все есть конечно же необходимо какое-то привыкание и к вот этим вот цифрам своеобразные такой формы но привыкаю привыкаю пилу меандр и синусоиду выбрать частоту выбрать выбрать уровень сигнала на выходе можно выбрать скважность генератор можно использовать для диагностики усилителей низкой частоты можно продиагностировать в телевизоре канал звука подав на вход отсюда синусоиду и отследил ее осциллографом от начала до выхода на динамике на динамиках принципе это полезная функция этого прибора будет интересно разобраться тому кто купит вот такой сейчас опыт скважность 50 процентов частота 1 килогерц 3 вольта амплитуда сигнала 3 вольта от пика до пика и подключаем осциллограф и что мы видим на осциллографе у меня такая наклеечка не очень хорошая сигнал один килогерц от пика до пика 3 вольта рмс 144 вольта результирующая период 1 миллисекунда а вы представляете какая вот это все интересная работа с прямоугольными импульсами с пилой из синусоидой три вида сигнала если у вас есть осциллограф и если у вас есть желание поработать с различными схемами то вот этот генератор замечательная вещь внутри прибора опять же осваивая такие технологии вы осваиваете саму электронику и становитесь из начинающих превращаетесь потихоньку в профессионала а вот так звучит 1 килогерц вот это вот картиночка ну я конечно установил максимальный выходной сигнал 3 вольта от пика до пика подаете на вход усилителя и осциллографом отслеживаете что там происходит по каскадно и на выходе ну и конечно проверку сразу начинаем от громкоговорителя от динамиков вообще-то мы в детстве делали вот такой генератор на один килогерц назывался он комарик мультивибратор на транзисторах мпшках и пользовались для проверки приемников прямого усиления вот до с того времени с детства стало понятно что такое генератор и как проверять динамик и как проверять усилитель звука в приемнике прямого усиления 3 в 3 если кто-то еще помнит что это такое было очень интересно у нас было очень интересное детство но сейчас может быть все еще намного интереснее при таком обилии интересных приборов а вот и синусоида можем менять скважность сигнала если вам это необходимо и пила ох разряжается у меня осциллограф надо ставить на зарядку органы управления да не буду я в это углубляться здесь все интуитивно понятно и осваивать будет несложно вот только не забывайте что сигнал берем с этого разъема а не с этого зато здесь осциллограф ну и соответственно по переключателю видим что все основные функции тестеров мультиметров здесь присутствует измерять ток можно измерить в микроамперах миллиамперах и амперах милливольты можно измерить прозвонку сопротивлений диодов звуковая прозвонка измерения емкости а вот интересно емкость тех конденсаторов стареньких которые я вам недавно показывал сколько же покажет этот прибор вот будет интересно протестировать на этом приборе живей вот эти вот старенькие конденсаторы насколько они точны у них плюс минус 10 процентов погрешность то есть плюс минус ноль целых четыре десятых микрофарада может быть три целых шесть десятых микрофарада и может быть четыре целых четыре десятых но это вряд ли и хранение семидесятого года им уже 53 года так прислоняю в реальном времени 3 целых шесть десятых микрофарада и следующий конденсатор 3 целых семьдесят пять сотых микрофарада но не три целых одна десятая заявленные возможности и мне конечно же нравится вот такой подход когда к мультиметру уже идет классный удобный кейс для хранения для перевозки который сбережет прибор в хорошем состоянии долгое время и даже еще один защитный мешочек ну замечательно вот в таком мешочке от другого прибора я даже ношу свой мобильный телефон на ладонечек замечательная стандартизация тип c usb подключение для заряда внутреннего аккумулятора и вы знаете вот мнение разделилась да сейчас появилось множество автоматических мультиметров и вот все таки они сделали с переключателем потому что многие люди не хотят этих автоматов а хотят нормальный ручной выбор режима модель прибора жиди сто восемьдесят восемь но я вот все заглядываю где же щуп для осциллографа идут обычные стандартные щупы как для мультиметра изучаю вместе с вами друзья и термопару тоже не дали нет в комплекте как у обычно как обычно бывает у всех мультиметров инструкция на английском языке вот такая полезная картиночка о функциях прибора что могу сказать подставочки это очень удобно и если в приборе нет такой подставочки это хуже боковинки оказывается снимаются это такие противоударные демпферы и такое подобное делается сейчас и в лазерных уровнях китайских везде они делают защиту такую вот мягенькую для того чтобы при падении не повреждался прибор окошко для подключения шнура на зарядку аккумулятора при подключении зарядки загорается вот такой красивый светодиод вверху давайте попробуем включить ухты какие у него интересные цифры так индикатор справа показывает что аккумулятор заряжен вытаскиваю шнурочек оригинально оригинально интересно как вам друзья такой красавчик тяжеленький как вам первое впечатление по переключаю конденсатор из моего детства 1969 год 300 пикофарад плюс минус 5 процентов он такие малые величины измеряет или нет измеряет четко быстро друзья ухты мне нравится а прибор слева вот интересно вот интересно что прибор слева тоже как-то быстро стал определять пикофарады все таки наверное дело в щупах дело в наконечниках и вот сейчас 300 пикофарад он как бы тоже быстро измеряет двести восемьдесят два пикофарада и опять повтор вот вот трущупом вот так вот ну понятно ребята все переходные вот эти сопротивления тоже может тоже могут играть роль но скажу так что вот этот быстрее кто кто ремонтировал старые телевизоры ламповые цветные тот помнит этот конденсатор кормилец телемастеров 2200 пикофарад 10 киловольт восьмой месяц восьмидесятого года вот так ему 43 года а он как новенький почему же они выходили тогда из строя напишите ваши комментарии под роликом мне уже нравится приборчик неплохо выполняет свои функции и прибор слева тоже выполняет и графические очень знаки мне его нравятся александрович давай что нибудь из строчной развертки тринадцать тысяч пикофарад два киловольта прибор справа двенадцать тысяч восемьсот сорок пикофарад вполне исправный конденсатор и прямо сейчас его можно ставить в строчную развертку и давайте приборчик слева тоже нормально ребята оба прибора имеют право работать у телемастера и очень неплохо и в этом отношении фирма живидей мне в общем то нравится 220 микрофарад 35 вольт измеряем долго думает давайте прибор слева долго долго чем больше емкость тем дольше измеряет 2200 прибор слева жду 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 пирать крышках все в Agriculture вот этот чуть быстрее чем вот этот но это неплохо Можно без ESR-метра обойтись, но надо выпаивать. Вот, кстати, при неисправностях строчного транзистора, выход из строя этих конденсаторов параллельно переходу коллектор-эмиттер бывает достаточно часто. И хорошо бы и неплохо бы иметь именно измеритель емкости, а ESR-измеритель он для электролитов, а для вот этих все-таки вот такой прибор очень иметь замечательно. Вот давайте, есть такой конденсатор, 6800 пикофарад, 1600 вольт, и я хочу провести измерение. Хороший, хочет отключаться, хороший, а вот такой, 5100, 1600 вольт. А вот вам и неисправный конденсатор, 2600 пикофарад вместо 5100. Причина выхода из строя строчного транзистора, строчной развертки кинескопного телевизора. Подтверждает прибор, видите, выключился, вышло из строя, строчная развертка. Прибор слева, то же самое. Вот пикофарады, 1000 пикофарад. Быстрее они измеряют, конечно, чем большие емкости. Вот намного быстрее, смотрите. Хоп, есть. Вот такие конденсаторы. Они часто являются причиной выхода из строя строчной развертки и, естественно, выхода из строя строчного транзистора. Это информация для новичков, для тех, кто все еще осваивает ремонт кинескопных телевизоров. Давайте измерим такой раритет. 47 пикофарад, 10 киловольт, 12 месяц 1969 года. Высоковольтные конденсаторы советские КВИ-2 стояли в цепях умножения в портативных телевизорах. Ну и немножко там строчную развертку их ставили. Давайте измеряем. Смотрите, какие классные конденсаторы. Поставьте лайк этому советскому конденсатору обязательно. Кстати, в портативных телевизорах советских они часто выходили из строя. Особенно там, где влажная среда. Ну, вы, конечно, понимаете, что здесь можно целый рабочий день заниматься измерениями. Это не все. Объемы значительно больше. У меня таких всяких конденсаторов. Тут еще боковая подсветка. Смотрите. А вот так. А вот так. А вот так. Ух ты. То есть вы привыкаете, наверное, на интуитивном уровне к определенному цвету. И можете даже понимать, что вы что-то не то включили. Понимаете, как хорошо сделано. Так, батарейка крона, не знаю, наверное, уже просаженная. Так, наоборот. 8,88 вольта. Так, быстродействие. Ну, не моментально, конечно. Ну, вполне, вполне. Друзья, очень многое зависит от щупов. Вот их нужно взять и напильничком зачистить. И тогда все будет намного быстрее. Вот и так еще можно посмотреть импульсы запуска строчной развертки. Сейчас импульсы запуска кадровой развертки. В общем, надо привыкать. Надо тренироваться. Функция такая есть. Допустим, наличие. Наличие вы можете посмотреть. Даже очень и неплохо. А бывает так часто нужно понимать, просто есть там меандр или нет. А вот и импульсы кадровой. Ну, в общем, наличие импульсов. Вы видите, что наличие импульсов посмотреть можно. Вот даже, оказывается, щупами. Тот, кто купит, тот, я думаю, разберет. Я не буду сильно вникать, потому что, ну, не буду я им пользоваться, как осциллографом. У меня для этого есть осциллографы. Вот и 73-й есть, и 72-й. И вы видели в роликах и новый китайский есть красивый. Сейчас покажу. Вот это же расшифровка. На порядок-то лучше. На два порядка лучше. Интереснее, красивее. Автоматический режим. А вот и кадровые импульсы запуска. Но тут же расшифровочка, видите, удобная. А вот там вот, ну, она не очень какая-то удобная. Не знаю, ребята. В общем, я ничего не утверждаю. Может быть, кому-то такая конструкция и зайдет. Мне она не очень заходит. Вот такой вот экран и такая расшифровка. Мне лучше нравится. Что вы думаете по этому поводу? Пишите ваши комментарии. А вот занимательная княженция. И здесь у нас есть этот видеопроцессор. АН 5192К. Ну вот почему бы в таких справочниках не приводить всякие там осциллограммы. Вот она наша 56-я, 58-я ножка. 56-я выход импульсов запуска строчной развертки. 58-я выход импульсов запуска кадровой развертки. Могли бы в справочнике для примера привести осциллограммы. Но никогда не приводили. Нет, это был классный справочник с расшифровкой на понятном языке. Кажется, так недавно это было. 2004 год. А вот как на структурной схеме обозначены тоже эти ножки. И люди не поленились. Сделали такой вот перевод фирменных даташитов. Ну как же это все быстро так устарело-то, а? Досада, досада. Вот эта версия AN5195K еще более усовершенствованная. Уже вот в этом справочнике они шли друг за дружкой. Если вам не хватает какой-либо информации по телевизору, там, Тошиба, Панасоник, вы берете книгу вот такую от телевизора Sony и ищите описание аналогичных цепей. И вот в этой книге рассматриваются два очень популярных шасси. FE1, FE2. И у меня есть ролики про эти телевизоры. Вот такая, опять же, замечательная книга 2004 года. И с книжечкой шли принципиальные схемы. Замечательный вариант для телемастера. Хочется, конечно, и дальше поиграться. Но, ребята, 25 декабря 2023 года. Нужно отдавать людям телевизор. Отдавать люди хотят смотреть телевизор. Я думаю, тот, кто прибор приобретет, разберется и опробует, и напишет свои комментарии. Ну вот и все, дружочек. Поедешь ты работать дальше. Как миленький. А мне нравятся приборы от фирмы GVDA. Здесь явно понятна концепция. Сделать разнообразные приборы для широкого круга радиолюбителей и специалистов. Фирма в поиске. Фирма стремится сделать что-то новое, интересное. И вот эти два прибора я бы даже порекомендовал.